Привет, друзья, с вами Пора. Сейчас я хочу разобрать сайдквест месяца, первую главу турнира Десяти Колец на сложности легендарной. На самом деле, первая глава выглядит и проходится очень легко. Есть, конечно же, два неприятных момента, которые мешают играть, но они не так страшны, как многие могли бы о них подумать. В данном случае идет речь про усилок тактика противодействия, который повышает базовую атаку противника за каждый удар в счетчике вашего комбо. То есть, чем больше у вас комбо, тем сильнее бьет по вам противник. И, в общем-то, набив там 20-30 условно ударов комбо, вы можете просто умереть с одного удара. Сперва я бы рекомендовал вам сделать две вещи. Первое. Поднять 10 уровней вашему Шанг Чи, которого вам бесплатно дали в этом месяце. Проверьте обязательно свою почту, если еще не знаете. И собрать награды за первый этап уникальной арены этого месяца. Если вы выполните эти два действия, то вы сможете исследовать первую главу по бочке. Потому что для прохождения некоторых дорог нам понадобятся специальные кольца, которые являются своего рода ключами от ворот. Также перед тем, как вы начнете тратить энку и пойдете уже кого-то мочить, я вам рекомендую заглянуть в одиночные миссии, дабы ознакомиться с этими самыми миссиями. Потому что здесь очень много интересных заданий, которые нужно проходить, если вы хотите, конечно, подфармить себе осколочков и сошек золота, резок, хилок. Ну и в любом случае, для того, чтобы получить доступ к последней главе, вам обязательно нужно будет некоторые из этих заданий вытармить. Фармить сундуки, которые здесь на подходе к боссу находятся, не получится. Они по одному разу только появляются. И в каждом из этих сундуков содержится интересная награда, ради которой, собственно, стоит потратить время на этот сайд-квест, который, наверное, самый легкий за последние вообще годы, я бы сказал. На что стоит обратить внимание при бою с Феникс? Опять-таки, усилок тактик противодействия тут сохраняется. Важным я бы здесь видел усилок упорства. Поэтому будьте внимательнее, если играйте через парирование. Если, например, возьмете в помаду, вы помните, условного колосса, которому там через тяжи механика игры, то придется повозиться. Но, тем не менее, ничего сложного, как всегда, нету. Видите, она очистила, но это упорство, в общем-то, можно игнорировать. Также, конечно, важным моментом будет тот момент, тот факт, что у Феникса есть, конечно, вторая жизнь. Так что не забывайте, что в момент, когда она активирует ритуал Феникса, то она не позволяет себя бить. Видите, в момент ритуала Феникса она как бы недоступна была, но... Дорожка номер два. Здесь у нас по ячейкам все то же самое. Те же усилки, на стервятнике усилки немного другие. Ну, со стервятником тут тоже никаких проблем, даже еще проще все. Собственно, стервятника любым чемпионом можно зашкумотать. И все. Потратив что-то около часа, наверное, на закрытие всей этой красоты, вы получите легендарный Нексус, плюс пятизвездный кристалл способности и всякое барахло по мелочи. В том числе половинку Альфа второй. Мне кажется, что это стоит того. Награды, конечно, не самые такие богатые, но тем не менее, можно сказать, что это чуть ли не халява. Ха-ха-ха-ха-ха. Пожалуй, это все, что можно сказать по первой главе турнира Десяти Колец. Надеюсь, что вам понравилось видео, поэтому рассчитываю на ваши лайки. Пишите комментарии и увидимся на стримах. На этом все. Большое спасибо за просмотр. С вами был Вора. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!